Добрый день, дорогие мои! Вы на канале «Привет Ангелы!» С вами народный батюшка, мира и добра вам от Пресвятой Троицы! Мы продолжаем с вами читать поучение преподобного Сера-Мефима Саровского И сегодня у нас поучение шестое об отречении от мира Я несколько раз его перечитал, что-то я очки где-то оставил Без очков мне, конечно, сложновато дойти Возьму очки, я их вижу Так, ну вот я с очками И я вам зачитываю Я вот такую книжечку взял в Откровение Старец Серафим Страх Божий приобретается тогда, когда человек, отрекшись от мира и всего, что в мире, соберет все свои мысли и чувства и весь погрузится в созерцание Бога и в чувство обещанного святым блаженства Перед этим мы с вами по учению о страхе Божьем читали И многие говорят, что ну вот страх Божий, он должен быть у человека Человек без страха Божия действительно Ну действительно, можно так сказать, неверующий человек Потому что если ты не боишься нарушать законы Божьи То, к сожалению, ты все время попадаешь в какие-то проблемы, которые закончатся для тебя плохо в конечном итоге Если ты не боишься не попасть в Царствие Небесное То есть страх-то вот такой, он не конкретно к Богу, что он накажет Да нет, это не об этом страх Бог всех любит, он никого не наказывает Он попускает Мы сами влезаем вот в те проблемы, которые называем после наказания Хотя нам все было рассказано, что вот Ну не ходи вот туда, там крапива Нет, я пойду попробую А после, ой, Бог наказал, вот я весь обжегся крапивой Так зачем ты туда ходил-то? Ну имеется в виду страсти Ты не блуди И тогда не попадешь в болезни венерические, в проблемы семейные И так далее и тому подобное Нет, все так делают, и я так делаю И тем более А после вот эти проблемы Ну и так далее Ты не обжирайся страсть еды Иначе будешь толстым Это же все обозначено как законы Божии Нет, я не боюсь быть толстым А потом, о-о-о, начинает мучение Вот, в страсть попали Но Оказывается, это еще и не страх Божий То есть, когда мы Говорим вот о тех опасностях, которые я сейчас вам обозначил То это опасности к Богу вообще никакого отношения не имеет Они чисто, ну вот, человек толстый Физиологическая проблема Он знает почему Кстати, никак не лечится толщина человека Или его вес Тем, что он ест или не ест То есть, ну это настолько все Ну ладно, я вообще не знаю, как это лечится или не лечится И поэтому Длинный разговор Но этот весь разговор О том, что мы иногда Страх Божий Принимаем за страх чисто физиологический или моральный То есть, да, опасно ссориться с соседом Бог накажет Как накажет? Сосед придет и выстрелит из ружья Кто наказал? За то, что ты не любишь соседа Но оказывается, не Бог Потому что страх-то Божий Вот еще раз вам Начало прочитываю Страх Божий приобретается тогда Когда человек Отрекшись от мира И всего, что в мире Соберет все свои мысли и чувства И весь погрузится в созерцание Бога И в чувство обещанного святым блаженства И я скажу так Мы 99,9% точно никогда в этом состоянии не были Батюшка Серафим, конечно, был в нем Но и, наверное, и другие И есть, наверное, святые Которые отреклись полностью от мира Собрали все свои мысли и чувства И погрузились в созерцание Бога И тогда начинается Тогда приобретается страх Божий Нельзя вполне отречься от мира И прийти в состояние духовного созерцания Оставаясь в мире Ибо доколе страсти не утишатся Нельзя стяжать мира душевного Но страсти не утишатся Доколе нас окружают предметы Возбуждающие страсти Чтобы прийти в совершенные безстрасти И достигнуть совершенного безмолвия и души Нужно много подвизаться в духовном размышлении и молитве Но как же, возможно, всецело и спокойно Предаваться созерцанию Бога Поучаться в законе Его И всей душой возноситься к Нему В пламенной молитве Оставаясь среди непристающего шума страстей Воюющих в мире Мир возле лежит Не освободясь от мира Душа не может любить Бога искренне Ибо житейское, по словам преподобного Антиоха Для нее есть как бы покрывало Если мы говорим Он же живем в чужом граде И наш град далеко от града сего И если мы знаем град наш То для чего мы медлим в чужом городе И в нем уготавляем себе и поля, и жилища И как о воспоем пись Господу на земле чуждей Мир сей есть область иного Того есть князь века сего Это в слове пятнадцатом такое поучение И до чего мы с вами дочитались Первое, конечно, мое прочтение, например, этого поучения Меня сразу ввело в некое уныние Что оказывается, ну мы никто Достигнуть этого не можем И страх Божий, значит, мы никогда не поимеем И тем более блаженства не сможем духовного поиметь И что остается? Ну, идти в пустынь, идти в уединение, идти в пещерку Закопаться там в этой пещерке, одному жить Что, в принципе, многие святые и делали Но нам-то, простоверам, разве это доступно? А оказывается, доступно Оказывается, доступно Если мы с вами читаем других святых Да и батюшки Серафима тоже Вот начиная с той беседы, которую мы с вами уже обсудили О цели духовного мира То есть один выход, где ты вроде живешь, делая то, что тебе полагается делать В том числе получая свои удовлетворения Как пищей, так и физиологией, физической, любовной и все остальное Если это делается в законе Божьем В законе Божьем То есть свободен человек от всех страстей Если он в законе Божьем делает то, что ему потребно для его жизни Просто не больше берет, чем ему потребно А столько, сколько нужно ему для потребности Батюшка Серафим там в предыдущих говорил Что иногда даже немножечко меньше нужно брать, чем потребно Ну это в те времена, вот в начале 19 века Вдруг появилось некое такое возрождение Строгой духовности, эскетизма и так далее 18 век был достаточно разгульный Там еще и Екатерина II отбирала монастыри и земли Потому что были жалобы на то, что там монахи пьют, едят, спиваются Ну в общем богаты и сильно неплохо живут Она очень сильно им и земли сократила, и монастыри даже сократила И было вот такое мнение, что монахи пьют, едят И вот спор был о том, что, а как должны быть Ну вот в 19 веке, ну в частности вот батюшка Серафим Они начали проповедовать вот такую аскетику Кстати, в Диверинском монастыре были старцы, которые это все поддерживали А ведь в основном в Саровском монастыре А ведь в основном его ведь и не поддерживало братья в таком эскетизме То есть он гоним можно так основной массой монахов, которые там жили, был Конечно, они никуда не могли деваться, поскольку у него было почитание такое огромное К нему народ тысячами ходил, где мы читаем там до 10 тысяч человек в день к нему приезжал Ну представляете, какие толпы При этом они, часть монахов смотрели на него враждебно, считая, что вот так нельзя И все эти его уединения, все эти его, значит, келийки, которые, они никакого отношения не имеют к монашеству Вот такое было мнение Но мнение, как выйти простому человеку из страстей При этом отвергнуться, как говорится, этого мира Батюшка сам Серафим и обозначил Жить в законе Божьем Делать все по закону Божьему При этом он сам же Сделал менее жестокими Правила проживания В мельничной общине Если община тут женская, диверская жила Они там один раз в день кушали Пропускали некоторые дни Ну, в общем, была очень строгая Он же смягчил эти правила Он сделал три раза в день кушать Между едой можно кваса и сухариков, сколько хочешь Ну, то есть Ну, он просто видел, что молодые девушки И, конечно, им надо для физической работы Они работали много на огородах Строили мельницу Мелили муку То есть Сильно активно работали И поэтому Определитесь В какой вы сейчас должности находитесь И ваша должность Я вам так скажу Самая ответственная на данный момент На котором вы оказались И это, конечно, какая Это в своё время Ребёнок Подросток Взрослый Муж Жена Мама Бабушка И так далее Одинокая бабушка Потому что у нас Мужчины К 70 годам Уже что-то там В три или в четыре раза меньше Чем женщин Женщин становится очень много одиноких И что Как их тогда воспринимать Я их так воспринимаю Домашние монахини Домашние Раньше, кстати, очень было распространено Почему сейчас Вот никак это Не А раньше Домашних было Прямо семьи монашеские были И мы с вами знаем Да даже Ладно Сейчас Почему-то только в монастырь Только там живи Только И тогда ты монах А то, что дома некоторые семьи живут Лучше, чем монахи Праведние Даже парами живут Это никого не касается А уж одинокие женщины Точно могут жить Поэтому на самом деле Вот это все Можно так сказать Созерцание Божие Тишина Вот Молитвенность Они доступны на самом деле Всем Надо просто Бежать страстей Как говорится Отстраняться от страстей Которые у вас Имеется И осознавать Свою значимость Любая Одинокая женщина Имеет возможность Молитвенного Заступничества Может так За своих детей За внуков Или так За окружающих И Любая бабушка Является Второй мамой Которой может Любовь Кстати Специалисты говорят Что бабушки И дедушки Лучшие воспитатели Чем Родители Они уже Своих детей Воспитывали Уже знают Какие ошибки Они совершили Их просто Не надо совершать Поэтому давайте Не будем исключать Хотя вот Некоторые Действительно Пишут Что Получение Все эти батюшки Серафима Они только К монахам Относятся И поэтому Нет смысла Их В миру Кому-то читать А я считаю Что нет А я считаю Что он всем Оставил Эти поучения И каждый В своем месте Может оказаться Более достоин Чем Монах Живущий В монастыре И не осознающий Или в гордыне Живущий Не осознающий Что от него Требуется Я приехал В Тихонолуховской Монастырь И подходит Монах Который Я его давно Знал И он Прямо Все время Так Как-то Подобострастный И он Такой подходит Благослови меня Батюшка Червяка Негодного Ну как-то Вот так Вот Я говорю Ух ты Какая у тебя Гордыня Какая гордыня Я же Червяк Там Негодный Я говорю Ничего себе Вот никто Себя Так Не обзывает Никто Вот Так Как говорится Себя в такое Положение Не ставит А ты вот Поставил себя Ты Особенным Себя Назначил Червяком Негодным Который Сам понимаешь Что вообще Не червяк А еще И значит Не совсем Негодный Польза Говорит Тебя Какая-то Есть Он Говорит И что Разве Это Гордыня Прямо Так Ему Я говорю Ну а Что еще Ты вот Себя Поставил В особое Положение Они Все Годные Червяки Значит Вокруг Тебя Сходят А ты Такой Негодный Такой Червяк Вот Ты Лучше Всех Червяк И он Благословился И ушел На прудик И мы С отцом Агафоном В его Келье Разговариваем Разговариваем А он У него Такая Была Труба Подзорная И видно Было И он Так раз Слушай Первый раз Говорит Вижу Что столько Времени Сидит На одном Месте Что-то Думает Что-то Это Я ему Рассказал Агафон Говорю Вот Я его Так Ну Да Это Ты Здорово Батюшка Обличил Говорит Я никак Не мог Его Значит Обличить В этом Смысле Он Говорит Вот Всегда Вот Так Вот И ты Отходишь От него И чувствуешь Что ты Ну Просто Негодей Какой-то Вот Он Червяк Негодный А ты Какой-то Вот Это Относится К чему К тому Что В любом Месте Можно Гордыню Поиметь Страсть Поиметь И все Остальное Кем бы ты Назывался И в любом Месте Можно быть Наоборот Полезным Господу То есть Молиться За всех Любить Всех И Быть Самому Добрым Человеком Вот Так Так что Здоровьем Вам Всем Мои Хорошие Ангелы Ангелы И Вашего Желания Жить Здесь Еще пример Что Жить В Царстве Небесном Именно Это Желание Батюшка Ставит Как Основное Для того Чтобы Здесь Не Привязываться Страстями Ко всем Ко всему Материальному То есть Знаете Что Есть Другой Город Который Вас Ждет И Вам Туда Нужно Готовиться У вас Уже Путевочка Туда Выписана То есть Свидетельство Вашем Крещении Это Ж путевка В Царствие Небесное Осталось Только Подготовиться Собраться Качества Те Которые Нужны Я Вон Смотрю Ролики Как Альпинисты На гору Собираются Подняться Так Месяц Подготовка У них Это Подготовка Уже Физическая Идет А Сколько Не До Этого Всего Готовились Так И Вы Нажды Готовиться В Царствие Небесное Для Этого Отвергаться Здесь Все Считать Просто Здесь Что Ну Ладно Идет Идет Все Закончить Все Будет Для Испытаний Других А Вам Всем Радости Здоровья Аминь Других Небесное Небесное Других 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 Небесное Других